Глава региона кратко озвучил важные вопросы прошлой недели. Алексей Русских с делегацией Ульяновской области посетил Пензенскую область. Теперь в Ульяновске ждут пензенских коллег с ответным визитом. На этой неделе пройдет совещание с главой Лутугинского района по видеосвязи. Главы подробно обсудят, как именно Ульяновская область будет помогать подшефной территории ВЛНР. Также на прошлой неделе новый импульс развития был дан композитной отрасли региона. На базе Ульяновского государственного технического университета открылся Центр компетенции технологии композитов. Это совместный проект композитного дивизиона «Росатома» компании «Юматекс» и УЛГТУ при поддержке региональной корпорации развития. Сегодня наша потребность в специалистах отрасли оценивается примерно в полторы тысячи человек. Губернатор также обратил внимание на тревожную тенденцию с дорожно-транспортными происшествиями. Алексей Русских подчеркнул, что количество дорожных аварий, в том числе с летальным исходом, не уменьшается. Это значит, что мы с вами не принимаем достаточно мер. Поэтому, Сергей Сергеевич, давайте рассмотрим этот вопрос на следующем заседании штаба с участием представителей ГИБДД. Какие меры приняты, что еще необходимо сделать для стяжения аварийности на дорогах. В Ульяновской области проходит неделя национального проекта «Жилье и городская среда». Цель недели – привлечь внимание ульяновцев к обсуждению ситуации в отрасли и приинформировать о результатах работы. Нацпроект включает в себя четыре направления. Первое – это ввод жилья. Все знают, что на сегодняшний день у нас это достаточно сложная задача. И план ввода жилья на 2022 год – это порядка 800 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день введено порядка 33% от плана. Второе направление – это расселение людей из аварийного жилья. По данному направлению, по показателям на сегодняшний день, мы выполняем план. И уже на сегодняшний день расселено порядка 30 тысяч квадратных метров. Это около 1700 человек. По направлению «Комфортная среда» запланировано привести в порядок 90 дворов и 18 общественных пространств. В 27 дворах работа уже выполнена. По направлению «Чистая вода» реализуется проект по водоснабжению районов Ульяновской области. Планируется решить вопросы с водой в Чердоклинском районе и Новой Малыкле. В Ульяновской области также продолжается вакцинация жителей от COVID-19. На протяжении трех-четырех недель в регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В настоящее время мы активизируем работу в направлении вакцинации населения. Если по сравнению с 1 августа количество вакцинированных в сутки было порядка 600-700 человек, то сейчас мы уже не можем более тысячи. И на прошлой неделе максимальное количество состояло по полторы тысячи человек в сутки. В Ульяновской области продолжается уборочная кампания. На данный момент собрано 28% урожая от плана – 728 тонн. Средняя урожайность – 41 центнер с гектара. В Аграре области также вышли на уже суточные показатели по уборке более 25 тысяч гектаров. Как видно на слайде, урожайность зерновых выше, чем было аналогичную дату прошлого года, и даже выше, чем в 2020 году. Также отмечу, что на сегодняшний день урожайность зерновых в Ульяновской области одна из самых высоких среди регионов Приворского федерального округа. До 1 сентября и начала нового учебного года остается три недели. В ульяновских учреждениях образования подходит к концу ремонт пищеблоков. Их состояние влияет на качество питания детей в школах. Роспотребнадзором была проведена проверка пищеблоков общеобразовательных организаций, расположенных на территории всей Ульяновской области. Результаты по итогам 2021 года таковы. Сразу можно к следующему слайду. 15 муниципальных образований и 75 общеобразовательных школ имели пищеблоки доготовочного типа, но работали на сырье, не имея для этого должных условий. Это влечет за собой нарушение требований. На заседании штаба также обсудили ситуацию с водой в Ульяновской области. Пожарную безопасность в лесах. Не обошли вниманием ситуацию с коронавирусом. Число заболевших растет, поэтому к концу августа не исключено возвращение масочного режима. 13 августа в Ульяновской области отметят День физкультурника. Запланировано более 200 мероприятий. Главные события пройдут на центральном пляже. Ульяновцев приглашают принять участие в празднике. Валентина Никонова, Артем Куранов, Улправда ТВ.